Новые и новые тысячи людей беспреживно вступают в колонный зал. Люди не могут сдержать слёз, прощаясь с тем, чьё имя для каждого несовместимо с мыслью о смерти. Пришли почтить память великого Сталина представители церкви. Собаки – собачья смерть. Мне достаточно. Упасть и умереть лёжа – мне достаточно. Я отмщена. Товарища Сталина застали лежащим на полу. Нет, говорили, нет. Застали лежащим на полу. Первый пришёл туда Берия. И потом то ли писали, то ли сплетничали, но все знали. Он упал, он лежал на полу, и никого не вызвал Берия. Мы в школе были, и вдруг Сталин умер, а у нас урок физкультуры был. Мы сидим хохочем, а преподаватель физкультуры говорит, вы что смеётесь? Стали, но умер, а вы смеётесь. Мы так хохотали, что… Ну, конечно, в общем-то, радость. Я не танцевала, не прыгала, но, честно скажу, радость. Радость не такая вот, а ура! Конечно, я от восторга не знала, куда деваться. Я боялась даже идти в корпус к детям. Я боялась, что у меня на лице написана улыбка от уха до уха. Я делала лицо скорбное. Кстати, вот об этой бабушке, что была показана последней. Как раз в нашу тему о том, как кровожадная большевистская власть обходилась совсем юными гражданами, вроде разыскиваемой нами мороженщицы. Вот когда вы жили там в Доме правительства, вам ваше положение каким-то привилегированным не казалось? Ты знаешь, что… Чувствовали ли вы вот это вот? У нас только хорошая квартира была. У нас была большая шестикомнатная квартира. А ведь надо осудить Сталин-то. А что делают? Он менеджер, он то, он всё. Какое уж там следствие было. Всё подстроено, всё враньё, всё фальсифицировано. И человека послали в Верхневральский изолятор на пять лет. Что ставили в вину, когда дали отцу, когда дали изолятор? Не знаю. Наверное, это сейчас скажу. Какую-то, наверное, антисоветскую деятельность. Не знаю, что давали. Какую-то страшную статью, потому что же высшие меры дали. Они могли дать всё, что угодно. Они даже могли сказать, что он ел детей и закусывал горчицей. Да-да-да. И это могли сказать. Я дел своих родителей не читаю, потому что там сплошной сволочизм, враньё и страдания моих близких, дорогих людей. Ну, во всяком случае, вот честь моих родителей для меня очень дорога. Я знала, что отец ни в чём не виноват, что он никакой не враг советской власти, что это вся вздор, чепуха, всё, что это кровавый идиот. Он не идиот. Он хотел поработить Россию, он её и поработил. И сейчас одни же ходят под холемы, рады целовать пятки ему. Вот тебе опять восстановление крепостного кошмара. Каждый хвалит своих родителей. Но мои были добрые, умные, образованные. Я была на приёме у Ежова, но меня принял не Ежов, а его заместитель Фриновский, которого потом тоже расстреляли. Он сказал, может быть, мы вам и вашей няне дадим квартирку в каком-нибудь маленьком городке, и вы туда уедете. Я говорю, я не хочу, потому что я хочу поступить в театральный институт на театроведение. Я подумала, да, твой сын-то будет учиться в институте, а я где-то в провинции буду. После убийства Кирова началось, когда начались аресты взрослых, а потом аресты детей. Ну, во всяком случае, там этого убитья, которое же пришлось нам, детям, испытать в советских тюрьмах, ну, меня, к счастью, не били, но они могли придраться и дать мне так по морде, что я бы летела вот аж туда. У них не было приказа. Как это получилось? А у других был приказ расстрелять. А я была готова. Ну, предложили и пообещали, что если мы не будем отвечать, пять девочек из нашего класса, будем, как они мне сказали, а ты знаешь, что здесь морду бьют? Ну, я, конечно, сдрефил здорово. Потому что сидела за столом там человек пять мужиков, и мне вот такое сделали объявление прекрасное. А я вчера только школу кончила. Меня арестовали 11 июня 39-го года. 39-го. Значит, мне только 20 исполнилось. А она, это же через год было после школы, я эту школу кончила в 19, я кончила в 18, 19 меня исполнили. Я же второгодница, должна была кончить в 18, кончила в 19 где-то. Нас с восьми же в школу брали. 11 июня за мной пришли. 7 июня, это сука. Берия пишет Сталину спецписьмо. Оно у меня там лежит, у меня нет сил достать. Что дети ведут между собой разговоры. Какие разговоры? Приняли, наконец, учиться. С огнем в груди. Вот есть люди, которые не любят учиться. Я обожаю. Я и сейчас хочу учиться. В свои 94. Мне все интересно. А вас-то что заставляли подписать? Меня ничего не заставляли подписать. Ничего не заставляли? Подписать только, что я читала этот протокол. Но у меня хороший был следователь. Ничего не скажу. Не обижал, не оскорблял. Саша Красавин, как сейчас помню, рябой, синеглазый. Но я боялась. Но он со мной настолько был сдержан и предлагал мне чай. Хороший чай. И бутерброд с сыром, не с икрой, с колбасой. Я плачу и ем. Он говорит, ешь. Я говорю, да спасибо. Ешь. Вам же там такого не дают. Это не потому, что он добрый. Это у них подход. Что я откроюсь. Если что. Если он верил. А может, он и не верил, что я враг. Какой враг? На морде написано, что человек не скрывать ничего не умеет. Она как-то нам рассказывала, что ее следователь спрашивает и матом кроет. А она ему говорит, что же вы так ругаетесь. Он еще в три этажа на нее. На нас, говорит, матом не крыли. Вы спросите, как нашим дипломатам и нашим большевикам, что им говорили на следствие в 37-м году. Как их обзывали, как их били, на очной ставке их не узнавали. Так они были изуродованы. Это так мне рассказывал один друг одного большого военного. Я не буду сейчас называть его фамилии. Кто как сидит в лагерь, все знают. Ну, знаете что? У нас лагерь был хороший. У нас был начальник лагеря, капитан Шапочкин. Иван Ефимович, до сих пор помню. Он нас не обижал. Концерты делали и все такое. Они нам разрешали. Там Дом культуры у нас был за решеткой. У нас были концерты. Вся ВОХРа приходила к нам на концерты. Были и пианисты, и оркестр был. Была девушка-композитор из Киева там. Потом была девушка еще один. Другой оркестр был, джаз. Я в джазе работала ударником. Играла три года ровно и отсидела. У нас не было, по-моему, изолятора. У нас никого не наказывали. У нас не было вот таких случаев, чтобы вот, там, говорят, кого-то наказали, посадили в какой-то изолятор, в карцер. Я не помню, чтобы у нас был карцер. Создается ощущение, что у вас какой-то был другой лагерь совсем. Ну, как было людей, люди были только какие-то... Знаешь, у меня... Нет, почему? Там очень рабочих много, и крестьян было много. Еще не только из-за Сталина. У нас очень народ странный. Сейчас нас всех объявят врагами, и народ тоже будет орать. Я не понимаю наших людей. Их так легко сбить с толку. И у нас ведь крестьяне не имели паспортов, покуда, по-моему, Хрущев, что ли, их дал. Я сейчас не помню. Потому что до сих пор вопрос с Тихим Доном Шолхова не решен. А когда к нам полячек привезли, ну, Польшу в 1939-м стали забирать-то, Катынь-то расстреливать-то, офицеров-то. Жены их многие сидели с нами в лагере. А потом их быстро выпустили. А почему их быстро выпустили? А они сказали, это вы сидите здесь, вы боитесь слово сказать. Вы, говорят, русские трусы и рабы. А мы на Сэме будем кричать. И за нас, нас отсюда... Я забыла, кто тогда был президент Польши. Но их быстро выпустили. Когда этот сдох, зверь. Смерть Сталина. Смерть Сталина. Как? Что вообще? Ну, я по радио услышала. Конечно, я от восторга не знала, куда деваться. Товарищ Сталин захотел погубить Россию. Он ее и погубил. Вот. Под Халимы одни остались. У нас легкой промышленности никогда не было. Индустрия, индустрия. Погубить все крестьянство. Замучить их от голода. Жрать не давать. А за границу хлеб посылаем. Сейчас идет годовщина тех, кто вышел на площадь в 68-м году, когда наши вели в Чехословакию танки. Сейчас на площадь они вышли. В 68-м году они вышли. Сталина уже не было. А когда мы могли сказать, что наши родители не виноваты при Сталине, нас не только сажали по тюрьмам, но и расстреливали. Вот они герои, а мы нет. Нас никто не вспоминает. А эти вышли, Сталина не было. Страсть какая. Ну, их взяли. А потом отправили в ссылку. Не в лагеря. Как вам кажется, вот сейчас что надо сделать для того, чтобы... Чтобы люди информированы были. Никто ведь ничего не знает. 20-летнего ребенка-второгодника не били, не материли. На допросах пытали бутербродами. Отправили прямо из шестикомнатной квартиры элитного дома на три года в хороший лагерь играть в джазовом оркестре. Кровь в жилах стынет. Субтитры создавал DimaTorzok